Здравия! Вчера назрела тема в нашем крипто-сообществе про закупку альткоинов. Так что сегодня я объясню, как покупать очередной PegaTudeCoin. В первую очередь необходимо приучить себя покупать по графику, а не по цифре плюс 50% в каком-то приложении. Требуется понимать, где находятся монеты и в какие уровни бьется. Не знаю, почему участник сообщества решил купить очередную скамину. Выдолжил список, что покупать, с дополнительными рекомендациями. В ролике также был обзор, по которому четко понятно, что СОИ это монета, идущая под разгрузку активов, сфандингов и вестингов. Лезть туда не стоит. Но все равно надо обязательно купить какой-то чересчур рисковый актив. Так что давайте его и разберем. В первую очередь открываем график и включаем недельки. Смотрим на уровни. Мы видим, что монета пошла в рост вслед за биткоином. И сейчас зашла в уровень продаж, в котором засажено много народа. Бороться с этим уровнем будет тяжело. Монета дальше не пойдет. А вот вслед за ожидаемой коррекцией биткоина, монета сходит вниз и скорее всего обновит нижний уровень. Или на сленге лайи. Верхний уровень хайи. Это все с английского языка high love. То есть мы имеем типичный закуп на хаях. И затем катание на рифма. Закупать необходимо на падении. Либо когда очевидно, что график у монеты лонговый. Например, давайте возьмем мой любимый проект Atom. На графике мы видим, что монета преодолела предыдущий уровень сопротивления. Если биткоин будет стоять в боковике какое-то время, то монета может пойти сильно выше, если поглотит этот объем. Дальше по сути пустота. Где-то до следующего уровня в 21-22. Если чешется что-то купить, то уж всяко лучше надежный актив, выглядящий лонгово, тем какой-то чушь с непонятным потенциалом. На мой взгляд, лучше стабильно заработать меньше, чем с риском непонятно сколько. Точнее, этот риск может обернуться убытками. Очень важно научиться видеть уровни. В прошлом ролике говорил, что сегодня может случиться пролив биткоина вниз. Пока этого не происходит. Но график очевидно завалился и показывает начало недели красным. Он как раз ударился об бора и не смог его преодолеть. Если они не решат сегодняшнее полнолуние устроить пролив вниз, то далее график пойдет в бок на какое-то время. Следом я бы сделал рывок вверх и выбросил бы шартистов. А затем резко вниз. Дальше просто будем наблюдать за миллиардными ликвидациями. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное крипто-сообщество. Подробнее по кнопке поддержать на сайте движка в Син.ру. Ссылка есть в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег. Продолжение следует... Продолжение следует...